МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Всем хоккей! Это программа о великом клубе из великого города, играющего в лучшей хоккейной лиге мира. Мы находимся в Санкт-Петербурге. Сюда наша команда прилетела из Чехии, где провела сложнейший матч против Пражского Льва. Там, в столице Чехия, было ой, как непросто. Наши боролись как могли после 1-0, 2-0 и даже 3-0. За одну минуту Варнаков и Чернов возвращают интригу в матч и заставляют грустить местных болельщиков. Ну, по крайней мере, напрячься. Мы бились, несмотря на порой грязную игру наших противников и непонятных решений арбитров. И ребята с тренером вытягивали эту игру до последнего, заменив Коваля на шестого полевого игрока. Нам не хватило в Праге совсем немного. Удачи! В Прагу не так-то просто добраться. Одну шенгенскую визу делать несколько недель. Поэтому преданные поклонники за матчем со Львом наблюдали дома, но в месте, которое уже прозвали штаб-квартирой нижегородского болельщика. Боролись, но не получилось действительно нам взять важные три очка. На сегодняшний момент действительно важные три очка. Будем надеяться, что Тоска нам больше повезет. Ждали все равно победы. Надеялись на это. Тем более третий период показал, что силы намного у нас больше. Перелом был, но до конца не дожали. Видно, старались. Но первый период ни шатка, ни валка. Вот в третьем было видно желание, хотела команда выиграть. Ну, мы считаем, я считаю, что немножко не хватило удачи. Хотелось однозначно победы. Они очень необходимы, эти победы. Но что вышло, то вышло. Будем надеяться, естественно, на лучшее. Наша команда непредсказуемая. Ну, как говорят, просто. Рубин Гуды, они есть Рубин Гуды. Верим в них. По-любому верим. Меньше чем за два часа до игры. Раздевалка полностью готова к приему игроков. Варнаков, Потапов, Тюляпкин, Макаров, Крикунов, Счастливый, Волченков, Семин. Собственно, по одному свитеру. Две пары коньков. Полотенце. Шлем у каждого находится. До приезда команды осталось менее полчаса. Команда уже в пути. Собственно, это форма. Из еды. Лимон, несколько фруктов, вода. Вода без газа, кстати. Хотел сказать газированная. И газированная тоже есть. Чистая вода. Парочка Red Bull. Видимо, энергетики. Несколько препаратов специальных. Собственно, свитер по одному. Ну, это не футбол. Здесь не пачкаются. Поэтому сегодня ждем от нашей команды только победы. Очень важный момент, который на входе в раздевалку нашей. Кто играет в большинстве, 5 на 4, 5 на 3 и меньшинство. Это решает главный тренер. Вот сегодня следующие игроки. Такое решение было принято после утренней раскатки. Для каждой команды здесь, в Санкт-Петербурге, клеют логотип. Сегодня наклеили наши торпеды Нижний Новгород. Собственно, у каждой команды получается свой клубный автобус. До игры меньше часа. Игроки приехали. Сейчас будет раскатка в раздевалке. Мы уже с вами посмотрели, что происходит. Что сейчас происходит в раздевалке, никто не может видеть. Мы приезжаем позже, чем хозяева. И несмотря на то, что вход на арену здесь один, к раздевалкам команд ведут разные коридоры. Первая разминка у торпеда совсем не на льду. Да и помещение в Ледовом позволяет разминаться не по отдельности, а всей командой. Это, конечно, не шайба, да и ворот нету. Кстати, может быть, поэтому Коваль разминался отдельно от основной части. Но футбольный мячик тоже сойдет. Главное, чтобы в этот момент никто не находился в зоне досягаемости этого мяча. В общем, полчаса на игры и переход на лед. На подготовку к главной игре дня. Здесь, в Петербурге, Ледовый дворец заполняется в зоне досягаемости этого мяча. Заполняется буквально за полчаса. Хотя многие перед этим, так же, как у нас на проспекте Гагарина, простаивают в пробках. Но, попадая на арену, идут не в бар, а сразу на трибуны. Собственно, главная интрига этого матча в эту пятницу была Яланин против Яланина. Аплодировали и тому, и другому. Потому что в Петербурге живет много финнов. А некоторые приехали специально на эту игру. Потому что матч СКА Торпеда считают финским среди тренеров. Это было настоящее шоу с жесткой игрой. Множеством удалений и всего лишь одной заброшенной шайбой. К сожалению, эта шайба была забита не нами. Мы играли хорошо. Неплохо оборонялись. Имели возможность сегодня увезти отсюда очки. Но СКА тоже меняет свою систему, меняет игру. И они сегодня это показали, что в обороне они стали действовать намного, скажем так, разумней. И вот поэтому такой результат. Мы не смогли использовать те немногочисленные моменты, которые у нас были. А что касается второй шайбы, там была игра высоко поднятой клюшкой. Поэтому справедливого гола с защитой не было. Последний вопрос. На сборах на что будет сделан основной упор? И пойдет ли пауза на пользу нашей команде? Да, нам нужно немножко отдохнуть, немножко встряхнуться. Прежде всего психологически. Физически, я думаю, мы выглядим неплохо. Но, наверное, упор будет на физике все-таки. И еще раз повторюсь, что нам немножко ментально нужно отдохнуть. Собственно, как себя чувствуешь после возвращения? Ну, нормально. Как бы тяжело, конечно. После такого, как бы, отказать. Вне игры, можно сказать, что не играл практически полтора месяца. Поэтому с каждой игрой сейчас вот две игры были. Лучшие, лучшие. Но работа еще все равно есть. Насколько легче играть? Я имею в виду игру в Праге и сегодняшнюю в Петербурге. Как ты тогда себя чувствовал? И на сколько процентов, если можно так выразиться, чувствуешься, сегодня чувствовал себя на арене? Ну... Интенсивно идет пока? Ну, интенсивно идет. Все-таки первая игра всегда, как бы, она такая была нервозная. Потому что давно не катался, как бы, хотел, как можно лучше сыграть. Но, опять же, сегодня состояние было намного лучше. Хорошо играли, но не забили. Поэтому без трех очков. Ну, будем работать. Все-таки сегодня это у армейцев хорошая защита? Или мы где-то не дожали сегодня? Особенно, когда играли в конце без вратаря, без ковуля? Где-то нам, может быть, где-то не повезло. То есть, где-то у нас вроде и большинство было. Мы много играли, но не забили. Опять же, надо работать. Будем работать над этим. Прежде всего, хочу сказать, что сегодня победила команда Яланина. И победила вполне заслуженно. Была жесткая борьба, напряженный матч. Я горд за свою команду, которая сыграла здорово. К сожалению, мы не сумели добыть ни одного очка. Особенно я огорчен нашей игрой в большинстве. Мы не смогли реализовать его ни разу. На каждой выездной игре, по крайней мере, от Урала до Балтики. На каждой арене обязательно есть люди, которые приходят в майках торпеды и искренне переживают за нижегородцев. Однако, не все приезжают непосредственно из Нижнего Новгорода. Но до последнего верят в команду. Причем, совсем не важно, сколько это для них стоит. Много денег потратил, чтобы сюда приехать? Нет, немного. Сколько? Я в командировке здесь. То есть, вообще бесплатно, что ли? Почти. За билет сколько потратил? 250. Зачем вам здесь на секторе столько много милиции? А мы не знаем. Сами пришли? Да. Билеты есть для них? Не знаем. То есть, они не спрашивали, это наши места или нет? Че, держишь, как будто там алкоголь? Шарфик, шарфик здесь. А че ты спрятал ты его? Мы же на секторе, смотри, милиции полно. Мы же на своем секторе, ты че? Да вот так получилось. Давай, одевай, ты че его снял? Сстеснялся. Кого ты застеснялся в Петербурге? Надеюсь, что мой сын тоже когда-нибудь станет великим чемпионом. Ты тоже из Нижнего Новгорода? Да. Сколько ты денег? Это твой муж? Ну, так вот получается. Тебе нравятся девочки, которые танцуют вот здесь между рядами? Да, они великолепны. А тебе? Нравится. Если выиграем на Невский, пойдешь? Пойду к нашей компании. А где твоя компания? Здесь в белом. Скажите, вы в его компании? Твоя настоящая фамилия? Маяков. А че там Коноваленко написано? Просто потому, что это очень хороший вратарь и это легенда хоккея. Тебе не страшно в такой, в этом свитере сидеть на арене? Нет, ни в коем случае. То есть местные не придирались нормально? Нет, абсолютно нормально. А если будут придираться? Ну, у нас большой состав, большой десант торпеды, поэтому я думаю, они не дадут мне в обиду. Ладно, у тебя свидание, я вижу, давай не отвлекайся, не отвлекайся. На прошлой неделе гостем программы «Всем хоккей» стал, пожалуй, самый скромный защитник Нижегородского торпеда Михаил Тюляпкин. А этой неделе мы решили встретиться с игроком хоккейного клуба «Чайка» Игорем Руденковым. Единственным хоккеистом, кто смог пробиться под знамена национальной команды России. Привет, Игорь. Привет, Игорь. Ну что, поговорим о хоккее не только? Поговорим. Пойдем. Гош, ну что ж, новость для болельщиков торпеды и всего Нижнего Новгорода была приятной. Игорь Руденков в сборной России в юниорской. Но не все тебя знают, не все тебя видели в лицо. Вот, так сказать, сейчас познакомимся со своим нижегородским героем. Гош, расскажи, пожалуйста, как ты вообще пришел в хоккей, как начал заниматься спортом номер один, как я понимаю, для тебя сейчас. Сидел дома, как обычный парень делал уроки. Гулял, все вот это тоже было. Мне просто родители сказали, ну как бы завтра тебя ждет сюрприз. Я ждал, как бы спрашивал, мне не говорили. На следующий день просто поехали, отвезли меня на стадион. Отец собрал все возможные формулы, которые только, наверное, была у всех вообще. И вот, как бы, я вышел на лед, катался. С 1994 годом я начал, по-моему, потому что в 1995-м еще не было. А сколько тебе лет тогда было? Было 6 лет. 6, да. Гош, сейчас ты играешь в «Чайке», то есть защищаешь цвета нашего города, Нижнего Новгорода. Вот как ты считаешь, существует ли для тебя какой-то клубный патриотизм, потому что за премьерами далеко ходить не надо. Это и Коноваленко, и Варнаков, которые долгие годы отыграли за торпеду. Вот существует ли такое понятие для тебя, как быть клубным патриотом? Да, конечно. Я вот всегда мечтал играть в торпеду. И как бы сейчас такая есть. У меня мечтал выступить за первую команду. Ну, я думаю, скоро это случится. Что для тебя значит вызов в национальную сборную России? Как я понимаю, для хоккеиста, наверное, это очень много. Да, конечно, это очень приятно, то, что тебя видят, во-первых. То, что выступать за сборную – это большая честь, наверное, для каждого. Гош, наверное, вопрос самый главный и самый интересный. Расскажи про твои матчи за сборную России. Как я понимаю, ты уже выступал, если не ошибаюсь, забил даже гол Чехом. 6-1 тогда выиграли. Да, расскажи, пожалуйста. Ну, хороший настрой у ребят всех был. Все другого поддерживали. Сразу пошла игра, как бы забили первыми, потом пропустили. Потом тренер после первого настроя вышли, забивали. Да, вот я забил даже. Гош, как я понимаю, для хоккеиста, который развивается, не стоит на месте, все-таки игра в молодежной хоккейной лиге, наверное, это только начало. Может быть, за какую команду ты бы хотел дальше выступать? И в какой лиге? Может, там, мечта играть в национальной хоккейной лиге? Ну, нет. Сначала, я думаю, надо заиграть в России, чтобы поехать в национальную лигу. Я хочу играть в торпеду, в ТХЛ. Гош, в жизни любого спортсмена, я знаю, потому что со мной и в школе, и в институте учились ребята, которые профессионально занимались спортом, всегда встает такой вопрос – спорт или учеба. Вот как ты совмещаешь два этих понятия в своей жизни? Нам, конечно, очень помогают. Спасибо нашим учителям, что нам помогают. Действительно, очень тяжело совмещать все это. Но мы стараемся и по возможности, когда нет. Вот сейчас, допустим, у нас перерыв к Новому году. У нас есть две недели-три, чтобы получить оцену и подготовиться к экзамену. Мы же сейчас в 11-м классе учимся, я и... Вот, не знаю, но как-то получаю оценки. Буду намеревать репетитора, в свободное время посещать. Игорь, как я понимаю, сейчас должен подойти твой приятель. Ты пригласил, представишь его, да? Это Артем Аляев, наш защитник. Ну, мой друг, и мы с ним с детства общаемся хорошо. Как бы сразу подружились, как тут играли по году. Расскажите, пожалуйста, что, если бы не хоккей? Чем бы вы занимались? Что бы вы делали? Да, я даже не могу представить жизнь без хоккея. Ну, то же самое, я даже не представляю, чем бы вы делали без хоккея. Вопрос в том, что вам обоим был. Егор, почему ты, Артем, выбрали именно те номера, которые выиграли, с которыми выиграли? Сделай больше всего. Ну, меня симпатизирует игра с столичным ТСК Юрием Буцаевым. 46-й, наверное, мне всегда нравилось, как он играл. Еще когда он играл в торпедо, я заметил, как бы, у него был 46-й номер. Мне симпатизировала игра очень. Боец такой, рабочий парень. А ты, Артем, почему выбрал с вами? Ну, у меня просто год 95-й, я выбрал 95-й, наверное. Есть ли у «Чайки», у хоккейного клуба «Чайка» принципиальный соперник, с кем, вот, я не знаю, игра идет прямо до последней капли крови? В этом дизоне мы опережаем уже реактор, как они нас оберели в том году на 1 очко, попали в плыв, а мы нет. Ну, вот только, может быть, поэтому они чуть-чуть нас, как бы, принципиально. Артем, ну, такого тебе, наверное, еще делать не приходилось, присутствует друга. Я тебя попрошу немножко нам рассказать о нем. Какой он человек, какой он хоккеист. Чего сказать про него? Хороший человек, общается, приятно все. Как игрок, тоже хороший, в сборную ездил. Чего еще про него общается? Я тоже ездил в сборную. Два года назад мы с ним ездили в сборную, тоже вот в это время примерно. И он попал, я не попал тогда по причине того, что у меня было сердце нездорово. Потом все нормально было, и потом меня просто еще раз вызвали его. Меня опять не взяли, просто уже не взяли, а его взяли. Артем, ну, да, твои эмоции от того, как посетил сборную России, все-таки, защищать национальные цвета, это как минимум престижно? Ну, да, это престижно, конечно. Ну, хотелось бы еще попасть туда. Надеюсь, то, что еще раз вызовут, там докажу все, что я могу. Ребят, а кто ваши самые преданные болельщики? У меня, наверное, сестренка. Ну, семья вся, я бы сказал. Все родные. Семья, девушка, бабушки. Ну, все семья и бабушки. Девушка. Девушка тоже. Ребята, а есть ли какие-то любимые места у вас в городе? Куда постоянно ходите, может быть, такие традиционные? Где отдыхаете, где проводите время? Я люблю проводить время в парке, гулять в парке. Услеживаю воздух, нормально летом. Как зимой, еще нет времени выбраться, как будто сейчас пока. Так, кино, кафе, ходим, общаемся со всеми, дружим. Ну, футболистов сейчас в моде клубы стали ночные, нет? Нет, такого нету, мы не ходим в клубы, у нас режим. Ребята, а какие-то мужские увлечения есть у вас, не знаю, там, рыбалка, охота, автомобиль? Я очень люблю рыбалку, просто обожаю. Я с дедушкой каждое лето ездил на рыбалку, ну, на камень, он, думаю, сесть в такое небольшое озеро. И один раз как-то получилось, что он не одет, знаком с Виктором Петровичем, друг от друга, нашим тренером. И вот, мы поехали на рыбалку, и увидели там, как раз, Виктора Петровича, мы там говорили, что-то уже заговорились. Он еще тогда мне ругал, потому что я матом ругаюсь много. То есть, ну, любите према, футболисты? Ну, да. Ну, мы с папой летом, когда нет тренировок, отдых у нас, мы ездим с ним в хоккей играть, там, на борт тоже самое, там, играем. Так, больше нет, вроде ничего, хоккей. В футболах бывает, играю летом. Ребята, тот возраст, в котором вы сейчас находитесь, как-то и хочется и погулять, и отдохнуть, и все-таки на учебу время нужно. А вот, не мешает ли все это хоккей? Вообще не было такого, что брошу, не буду, не надо мне. Такого не было, даже когда самые такие, ну, расстройства после таких, блин, не знаю, плохих матчей, можно сказать. Не было такого даже, никогда не опускаешь руки, такого вообще нет. Смотрите всем хоккей на телеканале «Волга». Турнирная ситуация на Западе куда напряженнее, чем у команд с Востока. Единственные, кто, пожалуй, вряд ли будет претендовать на попадание в актец сильнейших, это Рижская «Динамо» и Московский «Спартак». Остальные команды имеют все шансы на игры в плей-офф. Нижегородская «Торпеда», естественно, не исключение. Сейчас автозаводцы 43-мя очками в активе обосновались на девятой строчке, пропустив вперед украинский «Донбасс». У дончан 46 очков, но на два сыгранных матча больше, чем у нижегородцев. Далее идут пражский «Лев» 47 очков, «Северсталь» 48 очками. И на пятом месте «Братиславский Слован» 50 очков ровно. Догнать большую четверку на Западе «Динамо», «Локомотив» и два армейских клуба у автозаводцев уже вряд ли получится. Но вот за место восьмерки нижегородцы точно поборются. Наша команда в пятницу проиграла и сейчас уже находится на сборах, на той паузе, которая именно им нужна. Настроиться на новые игры, прежде всего психологические. В следующей программе мы вам постараемся рассказать, как это будет. Всем хоккей! Субтитры подогнал «Симон»!